Реки Кольского полуострова имеют в основном горный характер. Они относятся к бассейнам Баренцева и Белого морей. Некоторые из них протяженностью более 200 километров. Например, река Паной – 425 километров, Варзуга – 262 километра, Тулома – 236 километров, Стрельна – 213 километров. Участки крутого падения русел, такие как перекаты, пороги, водопады, чередуются с длинными плесами. Многие реки берут начало из крупных озер и, несмотря на небольшую протяженность, несут в себе очень много воды. В реках Кольского полуострова, берущих свое начало в горах, вода, как правило, кристально прозрачная, зеленовато-голубоватого оттенка. Летом и зимой в ней очень мало мути. Правда, в такой чистой воде обитает очень мало живых организмов. Даже в теплые летние дни вода в этих реках не прогревается выше 5 градусов. Вода, спускающаяся с ледников, практически дистиллированная. В ней нет биогенов, питательных веществ, так необходимых для развития фито- и зоопланктона. И лишь только водяной мох прекрасно адаптировался в ледниковых реках. Водяной мох, или по-научному фонтиналис противопожарный. Это травянистое растение, состоящее из продолговатых, узких прядей темно-изумрудного или буроватого цвета. Относится оно к небольшому семейству водных мхов. Второе название растения объясняется тем, что стебли водяного мха даже в высушенном виде не воспламеняются. Мох с такими свойствами используют в деревянном зодчестве. Им законопачивают щели между бревнами. В горные реки Кольского полуострова поднимаются на нерест гольцы. Из-за отсутствия каких-либо хищников в ледниковой воде, икре и подрастающей молоде гольцов не грозит массовое истребление щукой или окунем. Совсем другую картину мы наблюдаем в реках с болотным питанием. Цвет воды здесь меняется от зеленовато-желтого до темно-бурого. И зависит это в первую очередь от количества растворенных в воде гумусов – органических веществ болотного происхождения. В таких реках жизнь бьет ключом. Здесь обитает огромное количество всевозможных живых организмов. И, как следствие, очень много рыбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова